Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Pet Simulator X. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него будет в описании. Перед тем, как получать скрипт, убедитесь, что у вас есть какой-либо чит. Если чита нет, заходим во вкладку Exploits. И здесь выбираем чит, который вам понравился. Star либо Splash. Сегодня в ролике будут показывать Star. Star без ключ-системы, Splash с ключ-системой. Ну, какой вам больше нравится, тот вы можете использовать. Далее, заходим обратно во вкладку Home. В поиске пишем Pet Simulator X, нажимаем поиск. И здесь есть довольно много скриптов. Сразу скажу, что из этих скриптов есть скрипты, которые используются с ключ-системой. Сегодня в ролике я буду показывать без ключ-системы, но тут 2 или 3 скрипта есть с ключ-системой. Ну, там, в принципе, получать несложно, но я в основном скрипты, допустим, когда играю, использую без ключ-системы. Сегодня в ролике будут показывать второй по счёту скрипт, 691 скачивание у него. Нажимаем на кнопочку скачать. Далее, ещё раз скачать. И вот он, появляется скрипт. Как видите, всё очень просто. А также, убедительная просьба. Кому не лень, кому не сложно, нажмите на любую из этих реклам, которые у вас показываются на главной странице. На сайте буквально 10-15 секунд побудьте, полистайте и можете выходить. Это сделано для того, чтобы сайт работал, функционировал и так далее. Ну, я думаю, вы понимаете. Так, ладно, переходим, получается, к самому скрипту. Значит, заходим в Roblox, запускаем чит. Далее, вставляем сюда скрипт. Также, кстати, я обновил чит. Теперь здесь работает DLL от VRDevs. Насколько вы знали, знаете. Раньше он не работал, около недели где-то, может быть, даже больше в САРе. Но сейчас я чит обновил, и теперь он прекрасно работает. Значит, в настройках здесь есть 3DLL. Cranel Electron с ключом. VRDevs без ключа. Вот, у меня VRDevs стоит. Возвращаемся обратно, нажимаем на кнопочку Inject. И ждём, пока мы с вами заинжектимся. Всё, отлично. Inject прошёл. Теперь нажимаем на кнопочку Exclude. И вот он, появляется скрипт. Как видите, всё очень просто и легко. Так, значит, смотрим, что здесь по функциям есть. Давайте включим фарминг. И, как видите, пэты сразу начинают фармить, получается, монеты, коробки и так далее. То, что есть на локации. Так, я забыл включить автосбор монет. Вот, коллект орбс. А коллект лутбэк тоже, кстати, включайте, потому что полезная штука. И коллект ранг ревард. То есть, автоматически за вас награды должны собираться, которые вот здесь вот появляются. А, нет, ранг реварда, это получается сундук. Всё, ошибся. Значит, автоматического сбора подарка, к сожалению, нет. Вот. Ну, в принципе, его легко самому собрать. Давайте соберём. Как видели, вылетел лутбэк, и он автоматически сразу у меня собрался. Значит, включаем эту функцию и начинаем потихоньку фармить. Сейчас всё автоматически сразу ко мне будет собираться в инвентарь. И на карте ничего не валяется, как видите. Всё чётко. Так, идём дальше. Есть функция скип арена чек. То есть, как видите, я её нажал. И... Чё-то пока ничего не происходит. А, вот, всё. Сейчас заработало. Короче, получается, если у вас включен фарминг, то вы можете скипнуть арену чек. И фарма становится. Не знаю, честно, как это работает, но как это работает. Ладно. Ignore Big Targets. Это, короче, функция... Допустим, если у вас петы слабые, в локации, допустим, много довольно сильных по жизням коробок. Вот такие, допустим, коробки, там ещё сундуки бывают и так далее. Вот. Если вы включите эту функцию, то они, питомцы ваши, не будут их ломать. То есть, будут ломать монеты там, гемы и так далее. Идём дальше. Можно ограничить дистанцию фарма. То есть, включаем эту функцию. И здесь указываем значение дистанции, которую вы хотите. На каком расстоянии, чтобы они фармили у вас. Получается, ломали вообще вот предметы. Ну, не знаю, как по мне. Не очень полезная штука. Я её особо не использую. Так, давайте посмотрим, есть ли здесь автопокупка локаций. Наверное, скорее всего, и не будет её здесь. Но давайте поищем. А также можно Coin Selection выбрать. На их жизни, получается. Most это, насколько я знаю, больше жизней. А Last это меньше. Но это не точно. С английским я особо не дружу. Так что, не уделяйте этому внимания. Так, здесь автооткрытие яиц у нас дальше идёт. Потом профиль. И настройки. Ага, окей. Значит, автопокупки локации нет. Ну, и ладно. Самое главное то, что фарм работает. А, кстати, смотрите. Теперь, если питомцы фармят, нельзя купить локацию. Как я понял. А у меня аж хватает на неё? Да, хватает. А что за проблема? Почему-то купить не могу. Странно. Награда собирается, а локация что-то не покупается. Это, короче, либо немного скрипт залагал. Либо сам сервер в патсимуляторе залагал и почему-то не хочет покупаться. Странно. Либо какой-то дтек стоит. Ну, монет у меня хватает. Да, монет у меня хватает. Но почему-то покупаться не хочет. Ну, и фиг с ним. В принципе, я думаю, вы уже прокачаны. У вас все локации куплены. Значит, давайте сейчас проверим, получается автооткрытие яиц. А, скорее всего, не смогу проверить, потому что здесь такого названия нету яйца. Хотя, можно сейчас попробовать найти. Можно здесь, кстати, название яйца писать. Это очень удобно. Вот, Starter X. Нет, к сожалению, походу нету этого яйца. Давайте попробуем указать. Не знаю, получится или нет. Нет, почему-то не получается. И, кстати, почему-то здесь цена на яйце 0 монет. Очень странно. Давайте попробуем купить. И она тоже не покупается. Прикольно. Ну, короче, автооткрытие работает. Я на своем прошлом аккаунте проверял, когда он, ну, который в бане. Я думаю, вы знаете то, что меня забанили. Забанили, если что, не за читы, а за какую-то кражу, которую я не делал. Так что, ну, для Роблокса, видимо, это приемлемо. Ну, ему, в принципе, все равно на игроков. Потому что он даже читы не фиксит, как видите. Вот. Вы спокойно с читами можете играть. Тем более, вы видео не снимаете. Вам ничего за это не грозит. Также можно, получается, питомцев делать золотыми, радужными. Также в Драгматерию. Также собирать с машины. Готового питомца из Драгматерии. Можно гуишки открывать. Банка. Коллекции. И так далее. Плеер сеттингс. Это скорость. Как видите, работает. И высота прыжка. Тоже работает. Интересно, смогу перелететь через локацию. Давайте повыше прыжок еще поставим. Не, не получается. Окей, ну ладно. В принципе, особо там и не нужно. Ладно. Вот такой довольно прикольный скрипт нашел для вас. Конечно, функций может быть и немного. Но самое главное то, что здесь автофарм есть и автооткрытие. Это самое главное. Ну, лично, как по мне. Также вы можете использовать другие скрипты, которые есть на сайте. Вот. Их тоже получать очень просто. Пользуйтесь сайтом. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи и пока.